Приветствую вас, братья и сестры. Слава Господу за это время, что мы можем еще рассуждать над Священным Писанием. Тема у нас сегодня материальное служение. Я прочитаю место из Священного Писания. Записано 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стиха. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог до сего места. Вы знаете, мне стало интересно, почему Господь хочет, чтобы люди участвовали в этом служении. И читая Священное Писание, мы видим, что само материальное служение, наши материальные ценности, когда мы приносим Богу, то меняются наши сердца. Вообще, все, что в Библии описано о любви, о заботе, о послушании, мы видим, что Господь направляет наши мысли, нашу жизнь друг к другу через людей, заботу о людях, любовь к людям. Написано даже, если ты говоришь, что любишь Бога, а человека ненавидишь, то Господь говорит, ты лжец. Все через людей. Мне стало интересно, почему Господь хочет нас защитить от чего-то. написано в Писании, что вся земля его, все, что наполняет его. Он несколькими рыбок и несколькими хлебов, он кормил тысячи людей. И ничего бы не изменилось, он мог одним своим словом сделать все то же и во много больше. Но почему-то Господь хочет, чтобы в этом было участие людей. Отчего-то Господь хочет нас защитить, изберечь наши души. Я когда размышлял, увидел, что с самых первых лет человеческой истории Бог постановил для людей, жертвует для Него материальные ценности. Уже в 4 главе Бытия мы видим, что описывается, как Каин и Авель уже приносят от плодов своего труда Богу. Это говорит о том, что они знали об необходимости жертвы для Господа. Мы видим, что Ветхий и Новый Завет учит поклонников Господа жертвенности. Сегодня каждому верующему человеку следует понимать, что материальное служение не только позволяет церкви нормально функционировать, но и несет благословения и самим жертвующим. Мы это читаем через Писание. И о каких благословениях, говорится, идет речь? Жертвовать так, как учит Библия, мы можем получить следующее благословение. Прежде всего, материальное служение или материальные наши ценности освобождают сердце от идола любостяжания, от серебролюбия, страшного идола, которому поклоняется большая часть человечества. Вот от чего Господь хочет защитить свой народ. Так Господь все устроил в нашей жизни, что мы зависим друг от друга. Наши жизни переплетены, наша духовная жизнь зависит о заботе друг о друге, о любви друг к другу. И вы это скажете, а как это через материальное служение? Все очень просто. Это не просто кинуть деньги в мешочек или в корзину. Материальное служение – это забота и любовь. Мне очень понравилось, сегодня Андрей Павлович сказал утром, будем участвовать в материальном служении и покажем Господу в этом верность и любовь. Это правда. Так написано в Писании. И благословение получает человек, который жертвует для Господа. Но мы понимаем. Да, мы говорим, что мы жертвуем для Господа. Но мы знаем, что эти материальные средства идут на служение для других людей. Я бы хотел немножечко затронуть также то, что мешает человеку жертвовать для Господа. Об этом очень много сказано в Писании. Это то, от чего хочет защитить нас Господь. Это идол любостяжания и серебролюбия. Это очень страшный порог, который может быть в людях. Мы знаем, что происходит в мире из-за серебролюбия. Вы знаете, я не буду читать много, потому что за неимением времени я кратко хотел бы сказать, что происходит с людьми, которые увлекаются вот этой любовью к деньгам, к серебролюбию, к любостяжанию. Любостяжание, мы знаем, что такое любостяжание. Это когда человек все мне, все мое, все для меня. Господь совсем по-другому говорит в Писании. Господь нигде не говорит, что нам нужно для себя богатеть, что нам нужно для себя, для себя и для себя. Написано в Писании для славы Божьей. Богатеть духовной жизнью для Господа. Вы знаете, 16 глава Луки. 12 глава Луки. Господь сказал такую притчу. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вот что сказал Господь этому человеку, который именно имел вот этот порог любостяжания и серебролюбия. Я не знаю, где он был однажды уловлен этой любовью к деньгам, но вот то, что произошло в его жизни. Мы помним притчу о богаче Лазаре, который пиршествовал каждый день, одевался в богатые одежды, гулял с друзьями, но не видел у своих ворот человека, который желал бы хоть бы крошками напитаться с его стола. Они просто переступали через него. А увидел он его только тогда, когда попал в ад. И просил Авраама, чтобы Лазарь омочил перст и омочил губы его. Очень часто вот это серебролюбие и любовь к деньгам, оно ослепляет человека. Он не видел его при жизни. Мы знаем, что за этого серебролюбия и любви к деньгам Иуда предал своего Учителя, предал Господа. Много-много разных моментов в Священном Писании, которые говорят о серебролюбии, о любостяжании. Библия называет, что любостяжание – это идолопоклонство. И вы знаете, это то, от чего Господь хочет защитить свой народ. Именно от этого. Бог учит нас жертвовать. Когда мы жертвуем, наши сердца смягчаются. Когда мы слышим нужды, о которых объявляются, наше сердце умиляется. Мы чувствуем тем людям, которые попадают в разные ситуации в жизни. Это очень важно. Давайте, может, посмотреть каждый на свою жизнь, и я на свою жизнь. Не являюсь ли я серебролюбивым человеком? Тружусь ли я ради славы Божьей? Как учит Писание 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Все делайте во славу Господа. Господа, если мы трудимся не ради славы Божьей, но ради прекрасного дела, только ради зарплаты большой – это признак того, что наше сердце сребролюбиво. Если мы не имеем довольства, довольствоваться малым, как учит Писание, имея одежду и пропитание, написано «Будем довольны тем». Если мы не умеем быть довольными малым, если мы постоянно ропщим, если мы постоянно желаем большего для себя, то это признак любви к деньгам. Если мы любим хвалиться своими материальными ценностями, дорогой одеждой, дорогими машинами, не знаю, все что угодно. Если мы ставим это себе, как чтобы похвалиться перед кем-то, то это признаки любви к деньгам. А вот если сделать кому-то доброе дело, нуждающемуся, может простить должнику, если в этом есть необходимость, если это для нас огромная проблема, или все это нам крайне неприятно, или крайне тяжело дается, так что не хочется этого делать, это признак любви к деньгам. Если мы готовы грешить ради материальной выгоды, если мы готовы лгать, брать чужое, давать взятки, если мы готовы выполнять некачественно свою работу, обманывая работодателя, это признак любви к деньгам. Вы знаете, есть отцы, неверующие отцы, я знаю, что наши отцы этого делать не будут, но есть неверующие отцы, которые учат своих детей, что любить деньги – это хорошо. Они с самого детства перевивают своим дочерям и сыновьям доктрину, что ты должен любить деньги и ценить. Писание говорит, что это плохо. Писание говорит, что серебро любить плохо. Привязанность к приобретениям, стремление иметь больше и больше, мечта разбогатеть – это плохо. А почему плохо? Что здесь плохого? Это плохо, потому что любовь к деньгам является основной формой идолопоклонства. На этой земле вы можете поехать в разные страны. Люди, которые придерживаются различных религий, разных взглядов, разная культура, у них разные воспитания, у них разные ценности, но у всех будет один общий идол – это идол в сребролюбии. Любить деньги – это плохо, потому что это идолопоклонство несовместимо со служением Богу. Написано, не можете служить Богу и мамоне, Матфея 6,24. Также любить деньги – это очень плохо, потому что это является основной причиной, корнем всякого зла, с которым сталкиваются люди. Вспомните, что написано Тимофея, 6 глава, я буду читать с 6 стиха. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение, и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям». Вы знаете, то, что говорится здесь о любостяжании, о серебролюбии, о любви к деньгам, может, кто-то сегодня может размышлять и сказать, это касается богатых людей. Нет, это не касается богатых людей. Это касается всех. Сегодня любят деньги, сегодня могут быть любостяжателями, сребролюбивыми. Все. Все, кто может попасть в эту сеть дьявола. Это очень опасно. Большая часть грехов, большая часть конфликтов, преступлений, большая часть угнетающих долгов и других бед, с которыми сталкиваются люди, происходит из-за чего? Из-за любви к деньгам. То есть, сребролюбие. Так вот, жертвенное и материальное служение способно освобождать наше сердце верующего человека от любви к деньгам. Это очень важно, братья и сестры. Материальные служения и наши материальные ценности, которыми мы служим Господу, они способны нас освобождать от сребролюбия. Значит, если они будут освобождать нас от любви к деньгам, значит, освободит нас от проблем, которые следуют за этой любовью к деньгам. Оно будет защищать нас от многочисленных бед, которые приходят в жизнь сребролюбивого человека. Вот какое благо, благословение мы получим, если мы будем правильно участвовать в материальном служении. Вот она защита. Вот все вот эти вот негативные моменты, о которых мы уже могли размышлять, мы понимаем, что вот это сребролюбие и вот эта вот любовь к деньгам, оно тянет человека на дно. Оно уводит человека от Бога. Потому что, когда мы участвуем, то, как уже я говорил, мы заботимся, мы проявляем любовь к людям. Это очень важно. Вы знаете, что интересно написано в Писании? Писание говорит, что блаженнее отдавать, нежели принимать. И это приносит радость. Так сказал Господь. Он благословляет тех, кто отдают. Это очень важно. Вы знаете, я хотел бы поблагодарить вас, братья и сестры, от чистого сердца за то, что у вас доброе сердце и вы участвуете в материальном служении. Это очень важно для нас. Материальное служение – это зеркало нашей души. Именно так. Это действие. Если ты сегодня можешь сказать, что я верю, я люблю, то материальные служения, то служения, которым мы служим, вот этими материальными ценностями, это действия, подтверждающие нашу веру, любовь, заботу, мир, все что угодно. И Писание об этом говорит. Мы видим, что в Писании все, что Господь учит нас сделать, все в действии. Если это любовь, то Бог говорит, я хочу видеть твою любовь в действии. Если это вера, я хочу видеть твою веру в действии. Так вот, материальное служение – это действие. Как ты любишь, как ты веришь. И это написано в Священном Писании. первое место – это записано у Иакова. Что пользует братьям, если говорит, что он имеет веру? Это записано Иакова 2 глава с 14 стиха. Может ли это распасти его? Если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, иди с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Также о любви сказано то же самое. Это записано у Иоанна, 1 Иоанна, 3 глава 16 стиха. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Священное Писание подтверждает, подтверждает, что это действие, которым мы должны подтвердить нашу любовь, нашу веру, когда мы заботимся о других людях. И в заключении я хотел бы сказать, братья и сестры, задумывались вы когда-нибудь сколько ваши средства могли спасти на этой земле людей от смерти? Нет, не могли, а они спасли. Или сколько ваши материальные средства на ваши материальные средства было может отстроено сгоревших домов? Или прокормлено людей, которые нуждались в этом? В Писании написано делайте добро всем, а на Ипаче своим поверье. И мы это делаем. Я видел это своими глазами. Когда сюда выстраивалась очередь, когда стоял этот брат наш с Индии, и выстраивалась очередь, когда наши братья и сестры несли ему свои пожертвования. Он даже не знал, как себя вести, он не ждал этого. Благодарность Господу за ваши сердца, за то, что вы жертвуете, за то, что вы слышите голос Божий. Пусть Господь благословит нас. Давайте мы сейчас склонимся на наши колени и поблагодарим Господа за то, что Он дает нам силы, жизнь, возможность трудиться и жертвовать для дела Его. Давайте мы помолимся и поблагодарим за то, что Он благословляет нас более и более. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.